Продолжая разговор об Украине, вы знаете, я внимательно смотрю российские телеканалы. Ну, зря я не смотрю. Ну, надо все смотреть, надо понимать. Вообще, конечно, антиукраинская истерия, которая сейчас там проходит на российских каналах, это верх, на мой взгляд, верх цинизма. Ну, вот я смотрю, выступает интеллигентная женщина. Я вот Виталию Коротичу на днях об этом рассказывал. И говорит, я киевлянка. У нас в Киеве кто по-русски просит хлеб в магазине, хлеб не продают. Я вынужден был оббежать. На границе меня чуть ли не избили. И я вот уже вырвалась оттуда, слава богу. Там бендеровцы, там фашисты. Кто по-русски говорит, чуть ли не стреляет и так далее. Кто руководит вот этой антиукраинской истерией компанией в СМИ? Ну, во-первых, в вашей истории есть две. Найдите эту женщину, узнайте, где она жила. Целое агентство есть артистов, которые... Не секундочку, найдите эту женщину. Найдите ее булочника, который ей не продавал хлеб. Слушайте, прекратите. Я думаю, что руководят этим люди, которые отвечают у нас за пиар, политтехнологи. Все это направлено внутрь страны для обоснования действий действующей власти. Что-то такое удивительно. Конечно, внутрь страны. То есть, это не на Украину. Совершенно не волнует отключение каналов от здесь. Потому что это внутрь страны.